Друзья, всем привет! С вами Леся. У нас сегодня 27 сентября. И здесь я выставила пустые баночки. Ну, или не совсем пустые. Хочу вам их показать. Наверное, может быть, вставлю в какое-то влоговое видео. В общем, вы знаете, что мы планируем скорый переезд. Вернее, мы уже сняли квартиру. Будем переезжать. Но, как вы понимаете, это всё не быстро делается. То есть, нам надо туда приехать, убраться, потом перевезти вещи, потом сюда вернуться, здесь сделать генеральную уборку. Плюс муж работает, он не может посреди недели, в общем, переезд сделать. Поэтому взял отпуск. И, наверное, будет это всё движение происходить, начиная с выходных. И в первых числах мы переедем. Значит, здесь я выставила пустые баночки. Я думаю, что, наверное, на этой квартире это последние пустые баночки. Если вдруг что-то ещё, конечно, будет, резко закончится, может, типа шампуня что-нибудь, я это просто вам покажу. Просто в каком-то видео, как одну пустую баночку. Потому что нужно показать, выбросить, потом будет не до этого. Давайте приступим. Давайте, ну, вот просто я всё выставила, буду вам рассказывать. Закончился гель для душа Гурмандис. Это мягкий гель для душа Лотос и Шалфей. Он мне абсолютно не понравился по аромату. Значит, что хочу сказать. Вообще, гель для душа от Гурмандис, они очень хорошие по качеству. Это тоже хорошее по качеству. Он не сушит кожу, он имеет красивую баночку, красивый густой гель, там был зелёный. Всё супер, всё отлично, но никаким Лотосом, никаким Шалфеем здесь абсолютно не пахло. Здесь пахло просто какой-то скошенной травой двухдневной давности. Знаете, когда она уже начинает выдать, и запах какой-то такой, ну, не очень приятный становится. В общем, запах ни о чём, ближе даже к неприятному. Ну, я доиспользовала, я сейчас болею, немного как бы запахи не слышу. Да, по горлу, по горлу, по горлу особо это не слышите, что я болею, потому что у меня горло не болит. Но у нас семья заболела, дочка даже не ходит на занятия. Не знаю, как это потом всё будет, занятия плачены. Не знаю, как это будем всё решать. В общем, ну, ладно, это такой нюанс. Далее, почти закончился вот и в Роше мой любименький продукт, бестселлер, масло-эксфолиан для рук. Обожаю, кто со мной давно, знаю, что такие девочки есть. Я его покупаю на протяжении многих лет. Первый раз купила, может быть, просто ради интереса, может быть, добить корзину. Не помню, как это было, но в итоге этот продукт остался со мной на долгие годы. Это просто релакс, удовольствие, дополнительный уход за руками потрясающе. Вот это тот продукт, которым ты пользуешься, и ты вот кайфуешь от использования. Можно ли обойтись без него, девочки? Можно. Я не могу сказать, что это нужно обязательно покупать, без этого всё никак. Как? Можно обойтись без него, но с ним приятнее жить. Прекрасная медовая консистенция, густой продукт, несколько видов скрабирующих частиц, приятнейший аромат. В общем, ручки приятные, ухоженные. Обожаю, просто обожаю. Вот такая вот баночка от Евы Мозаик. Здесь у нас находятся четыре спонжа. Это вторая банка, у меня ещё есть третья. Спонжи очень бюджетные, они классные. Допустим, один спонж, которым я до сих пор сейчас пользуюсь, я его брала с собой в отпуск. Девочки, отпуск был в августе. И когда был отпуск, я вообще красилась не то, что каждый день, по два раза на день. Этот спонжи, конечно, мылся. И мылся, знаете, подручными средствами. Непонятно, каким мылом, может быть, не самым хорошим порой. И он до сих пор живой. Вот что самое интересное. То есть он выдержал раза в три дольше, чем бьюти-блендер хвалёный, который стоит 2000. Поэтому я не вижу смысла покупать дорогие спонжи. Потому что они у меня так же рвутся, как и дорогие. Это я говорила о том, что у меня и Мегафеева был, и спонжи Ванши был такой конусообразный. И даже не конус, а... Ну да, он похож. В общем, такой странной формы. Не конуса, наверное, нет. Ну, в общем... Забыла с фигуры. Ромб, наверное. Ну, в общем. И бьюти-блендеры у меня были. То есть я не вижу смысла. Я вот использовала спонж. Я его мою. Не так, как у некоторых девочек пять спонжей. Они лежат там, у них грязные. Они там каждый день берут новый спонж. А потом просто разомоют раз в неделю все накопленные спонжи. Ну, понятно, потому что, может, человек работает, некогда, учится и так далее. Я использовала, я сразу помыла. И если я вижу, что другой спонж, он рвется, я не вижу смысла покупать его. Ну, зачем? И вот эти спонжи мне нравятся. Они тоже раз на раз не приходятся. Один поставил в использование как-то раз-два и порвался через несколько применений. Один поставил в использование, он какой-то бессмертный. То есть, ну, вот раз на раз не приходится. То есть, ну, когда этот набор стоит 200 с чем-то рублей, ну, понимаете, да, тут вопрос не стоит. Плюс эта баночка, она классная. Мне можно хранить какие-то мелкие детские игрушки, заколочки, в общем, что угодно. Поэтому тут вот дальше эту банку я не выброшу, буду использовать для применения. Также можете сюда какую-то косметику наливать. Почему нет? Классная такая банка. Так, далее. У Евы Мозаик вот такое средство. Абсолютно мне не понравилось. Девочки, могу с уверенностью сказать, что продукция для волос после ребрендинга у Евы Мозаик полный провал. Чтобы я не пробую, это либо средний, либо ниже среднего продукции. То есть, какой-то самый-самый обычный масс-маркет на уровне какой-то там шаумы. Дальше не знаю, что там еще есть. Ну, в общем, вы понимаете. Маска восстанавливающая для поврежденных волос, коллаген, акаци, притейн, сой. Это вторая моя маска. Вот Евы Мозаик. Могу сказать, что вот она, как и предыдущая, ничегошеньки не делает. То есть, что нанес, что не нанес. Волосы спутанные. Не увлажняет дополнительно. Не помогает даже элементарно распутывать. Как-то напитать. Абсолютно ничего не делает. Тут вот на один раз осталось. Я пойду сейчас в душ, ее использую и с уверенностью выкину эту банку. И больше вот после ребрендинга не буду покупать продукцию для волосок Евы Мозаик. Потому что она просто, ну, плохого качества стала. Ну, она стала плохого качества. Я не знаю, зачем они это делали, эти ребрендинги. Так, мыльцы. Девочки, эти мыльцы я не использовала. Это новинки от Ивроши. Я их достала из упаковок, чтобы взять с собой. Вот мы поедем убирать там. Делать, ну, вот, понятно, что люди забрали свои вещи, как-то убрали. Но хочется под себя, да, убрать, чтобы быть уверенной, чистенько там. Ну, в общем, вы понимаете. И что могу сказать? Я возьму с собой это два мыла, чтобы туда поставить в использование. Я их достала просто из упаковок, чтобы по покупке вам показать, мыло забрать. Это новинки. Вереск и водоросли. Значит, что могу сказать? Вереск более такой кремовый, универсальный аромат. Более такой классический. И здесь коричневый кусочек мыла, вот, типа, как такой. Вереск и водоросли, это белый кусочек мыла, сладковатый, такой, сладковато-водно-растительный. Я бы так сказала, оба аромата приятные. Но вереск более такой универсальный, как, на мой взгляд, он, ну, менее будет надоедать. Значит, ну, в принципе, эти все мыльцы, они же одинаковые по качеству. Просто различается запах, может немножко оттеночек различаться у них. Они хорошие, они хорошие, их можно брать, мыть руки, их, как бы, на долговастенько хватает. То есть, они за неделю не смыливаются. Также ими спонжи мою, и руки мою, в общем, для всего они годятся. Далее парфюм. Вот тут бы я хотела поговорить с вами подольше. Значит, парфюм, это Планета Органика, Флёр де Кенья, 15 мл. Я говорила и скажу сейчас, что это очень-очень похожий аромат на Нарсисо Родригес Пудре. Почему я не могу сказать, что это аромат один в один? Потому что у меня сейчас нету парфюма Родригеса. То есть, я не могу взять Родригес и этот, и понюхать, и сказать, что они там полностью идентичны. Нет, я по воспоминаниям. Потому что Пудре у меня было два раза. Значит, но единственный минус, и самый большой, что этот аромат очень быстро слетает, он улетучивается. То есть, если вы захотите как дешевый аналог этого Пудре купить, нам временно побаловаться. Да, но не ожидайте, что он будет стойкий. Потому что Родригес Пудре, если вы на себя нанесете, все это убойная сила. Вплоть до того, что вещи после стирки даже не могут пахнуть. У кого он был, тот знает. Это надолго. У меня от Родригеса был и муск. Очень прекрасный аромат. В общем, люблю парфюм Энерсиса Родригеса. Что могу сказать? Он закончился, но я его больше использовала как интерьерный аромат, просто чтобы выпшигать. Почему так? Потому что, девочки, тут даже я хотела с вами поговорить на эту тему. А может, давайте просто это будет отдельное видео. Отдельное видео, потому что смотрю, уже на 10 минут наболтала. Значит, по поводу парфюмерии. Вообще, мне такое сложное к парфюмерии... Как вам сказать? Отношения. Потому что есть такой нюанс, как то, что я не парфюманьяк. И мне тупо большие деньги тратить на парфюм жалко. То есть, ну, сами понимаете, когда... Ну, я от покупки парфюма не получаю удовольствия. Давайте так скажем. То, что я вот смотрю, попадая на канал девочек, они там мажутся помадами какими-то самыми бюджетными. Там Wet n' Wild, Catrice, Aveline. И при том, при всем у них там парфюмерия, который там один парфюм 20 тысяч может стоить. То есть, вот им не жалко. Может быть, им жалко на помаду, да? Они не видят в этом смысла. А на парфюм им не жалко. То есть, они парфманьяки. У меня наоборот. Парфюм это самая такая покупка, которая мне не доставляет удовольствия. То есть, вообще. Ну, я бы купила, наверное, аромат Gucci Memory. Да, купила бы за ту стоимость, которую мне бы сказали, я бы купила. Мне он очень нравится. Но я его, ну, как бы не могу увидеть. Гоняться, ездить по Москве, не по Москве. Я сказала, ни одна помадка меня не заставит бегать по городу, разыскивать сутки напролет, по всем магазинам. Нет. Незаменимых нет, девочки. Я всегда это говорила и буду говорить. Нет, так нет. Либо другим буду чем-то пользоваться, либо найду альтернативу, или вообще ничем не буду пользоваться. Нет у меня такой паники, как у некоторых девочек, когда пропадает их любимый парфюм, их любимая помада. Ну, давайте поговорю им и дальше пойдем. Ну, это не то, ради чего стоит лить слезы. Это не та категория, которая может меня прям выбить из колеи. Понимаете, не знаю. Это не то. Ну, нет, так нет. Типа так. Не важно, как мне нравится что-то из парфюмерии, из косметики. Ну, жалко, окей, найдем что-то другое или вообще не найдем. Это я к чему. Плюс, кто может быть не знает, впервые на моем канале я аллергик, и я страдаю мигренями, очень сильными, систематическими мигренями. И парфюм может меня запросто выбить из колеи на 2-3 дня, просто вот запросто. То есть, ты сляжешь и будешь вызывать скорую, она тебе будет приезжать уколы колоть. Ну, чтобы тебя как-то чувство привести. Либо на таблетках будешь сидеть, болевать трое судак. Ну, давайте, наверное, называть вещи своими именами, потому что у меня некоторые девочки спрашивают, ну, что вы так придирчивы к запахам? Это же всего лишь запах. Девочки, запах может меня выбить из колеи. Очень надолго, и мне будет очень плохо. И даже парфюмы, которые мне очень нравились, допустим, мне очень нравился парфюм Chanel Gabrielle, я его себе купила, и я понимала, что если я его нанесу, я его наносила, и в конце дня мне становилось плохо, я еле лезла просто по ступенькам, в лифт еле залазила, приходила домой, и просто мне было плохо, меня тошнило и так далее. Я даже не помню, как я его еле добила. Хотя этот аромат просто прекрасный, он мне нравится. Что уж говорить, когда порой ты купишь аромат, если в магазине его потестируешь, тебе кажется, он прикольный, приносишь, он как начинает раскрываться, тем всем этим тебе он уже не нравится. Слепой его купишь, он какой-то кислый, он какой-то свежий. Опять же, вы знаете, эти нюансы. И получается, и деньги на ветер, и ты не получаешь удовольствия от покупки. И, в общем, все как-то идет не туда. То есть, для меня покупка парфюма, она не обязательно, потому что даже, видите, любимый парфюм, он может меня выбить из колеи, сделать мне плохо по здоровью, и так далее. То есть, я даже прихожу, вот пришла, и так, к чему вот эта вот болтология длинная? К тому, что я вообще могу обходиться без парфюма. Я даже вещи стираю без, дополнительно, вот девочки покупают кондиционер. Я не покупаю дополнительно кондиционер, то есть, я вещи стираю просто либо гелем для стирки, либо капсулами. Да, в капсулы может входить кондиционер, в некоторый, в некоторый не ходит он. Тогда, ну, как есть, так и есть. Но специальные кондиционеры не покупаю, чтобы мои вещи ничем дополнительно не пахли. То есть, ну, их постираешь, они там проветрятся на балконе, понятно, что ты их заносишь, ну, там они практически ничем не пахнут, просто вот чистые вещи. То есть, мне комфортно, если я ничем не пахну, и нет посторонних запахов и так далее. Мой муж парфюмами не пользуется. Вот дочка пользуется, у нее два парфюма от Тос, которые, особенно один, просто ужасный, на мой взгляд, но это ее парфюмы, она их, да, пользует, она хочет ими пользоваться, поэтому у дочки есть два парфюма. Я переезжаю в другое место, на новое место жительства, без какого-либо парфюма. Буду ли я покупать его? Я не знаю. Если у меня в планах что-то купить, абсолютно нет. Могу ли я без парфюма брожить? Абсолютно да. Но, может быть, какой-нибудь парфюм, типа, Зелинский Розен, что-то вот унисекс, я бы себе купила. Может быть, какой-то стоит раскошелиться на суперкрутой парфюм, который там будет дорогой, который меня зацепит, но пока такого не случилось. Поэтому, как пойдет, я не буду зарекаться, но на данный момент купать не планирую. Абсолютно никакой парфюм, и пока у меня абсолютно никакого парфюма нет. Так, целых 6 минут я болтаю о парфюмах. Просто у меня девочки спрашивали о том, что покажи свои парфюмы. Ну, кто особенно новый на канале, расскажи, какие нравятся парфюмы. Да никакие мне не нравятся парфюмы, и вообще вот, даже которые нравятся, я понимаю, что они мне давят на меня в конце дня. Потом вот вещь, ну, пришел откуда-то, вещь в стирку не кинул, куда-то положил там, и она потом пахнет на всю квартиру, мне тошно. Короче, если вы страдаете мигренем, я думаю, вы можете меня понять. Если вы прям серьезно страдаете, не просто у вас болит голова иногда, страдаете серьезно, так что все, парфюмов у меня нет, приезжаю без парфюма, она болтала на 10 минут про парфюмерию, ну, вот как есть. Показываю вам вот эти вот пустые баночки, если что-то еще будет, то сниму, а нет, ну, нет. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.